Нашли крайних. В Приморском суде избрали меру пресечения двоим военнослужащим аэродрома Школьный. Проходящие службу воинской части А3571 подполковник Сергей Григоращенко и рядовой Вадим Оведенко получили 60 суток домашнего ареста на время проведения следственных работ. 31 октября представители торгового центра Сити-центр нарушили границу военного городка для установки временного забора. Позже оказалось, что у застройщика были все разрешительные документы. Григоращенко, исполнявшего на момент инцидента обязанности командира части, обвиняют в невыполнении армейского устава. А именно, по мнению прокуратуры, он должен был отдать приказ подчиненным провести выстрел в воздух. После чего в случае неповиновения открыть огонь на поражение. Теперь Григоращенко грозит срок от 7 до 10 лет лишения свободы. Меня меняет в том, что я не дал разрешения на открытие огня, то есть стрелкового оружия и открытие огня. При том, при всем, что, как вы, наверное, слышали, будучи сейчас в суде, что у людей, которые как бы там действуют незаконно, но они имели с собой реально все правонаступающие документы. И акт от взвода на землю, и имели акт, не, будивництво было, также дозвол на будивництво, схемы были у них всех утверждены, с мэрией было все согласовано. И представьте себе вторую позицию. Рядом стоят 15 человек полицейских, которые прибыли туда заранее, подготовленные по их охране. Если бы я давал команду открывать огонь, а полицейские, зная, что эти люди правы, и они прибыли для их защиты, они что бы сделали? Они бы и защищали их, и открыли бы огонь в нашу сторону. Соответственно, мои люди начали бы стрелять еще и в полицейских. Рядового Вадима Авиденко обвиняют в нарушении правил караула и патрулирования в момент инцидента. Так, по мнению прокуратуры, в ту ночь у военнослужащего не было при себе автомата. Оружие рядовой оставил в сейфе. Теперь Авиденко грозит лишения свободы от 3 до 8 лет. Это солдат, который обнаружил с самого начала проведения ремонтных работ. Просто выполнял свои обязанности, просто патрулировал, доложил, как положено, наверх. А теперь его тоже делают крайне. Даже я не могу понять, что ему можно инкриминировать. Тем временем адвокаты, обвиняемые Григоращенко и Авиденко, собираются подать апелляцию на решение суда. Прокуратура также планирует обжаловать решение судьи. Мы думаем, что мы будем их оскаживать. Оскільки ми особисто зверталися з клопотанням про обрання запобежного захода в виде тримания под вартою для подозрюванного, так как мы вважаем, что такое клопотание обрунтовано. Иснують риски, и было действительно задано швода.